Всем привет! И сегодня я расскажу вам про свои покупочки из FixPrice. Посмотрите на вот эту вот красоту, на новую коллекцию в FixPrice в стиле лофт. Вообще, хочу начать свой рассказ с того, что перед Новым годом я искала подсвечник. В FixPrice были только стеклянные. До этого я покупала в Fixe, да, стеклянные, спокойно мне все нравилось. Ну, классика, да. Но когда у меня этот подсвечник на тот прошлый Новый год раскололся стеклой на две части и прожгло мне столешницу, вот я уже задумалась, стоит ли покупать стекло или нет. Но как бы таких вот подсвечников, которые привезли сейчас, да, Fix, я не встречала, ну, по крайней мере, у нас здесь в магазинах. Может быть, не обращала внимания, я не знаю. Так вот, и шла я в FixPrice, опять же, за этими же стеклянными подсвечниками, потому что времени у меня уже куда-то ездить, искать их не было. Мне нужны они были срочно, я вспомнила о них, конечно же, в последний момент. Вот, и какая была моя радость, когда я увидела вот эти вот железные шикарные подсвечники. Вообще, просто такую красоту реально я не ожидала видеть в FixPrice, тем более перед Новым годом. Я думала, как всегда, там, знаете, новогодние вот эти всякие украшения, подарочные упаковки, коробки. И вот нас порадовали, да, на Новый год привезли такую красоту. Но, к сожалению, конечно, перед Новым годом всей коллекции не было. Это я уже вот докупила, я снимаю тут не один мой поход, да, FixPrice. Купила я сразу средний подсвечник и маленький. Больших не было. За ним я охотилась уже после Нового года и, наконец-то, выхватила. И, кстати, разгребли их у нас моментально просто. Итак, первый я купила вот такой вот маленький, он самый идет, 8 сантиметров. Здесь у нас состав просто железа. Вот какая красота получается, когда их, ну, составить композицию из них. Конечно же, я купила и вот это вот кашпо, дальше о нем расскажу. Также в коллекции вот предоставлен вот такой вот держатель для фотографий. Ну, и заметок, некоторые очки вешают на него. Ну, тут не полностью показано, но вообще тоже красиво. Но мы живем на съемной квартире, и пока как бы у меня нет необходимости в такой вещи. Хотя можно потом дальше будет купить это все и на Али. И второй подсвечник, это вот такой, который за 77 рублей идет. Он уже 14 сантиметрам. Также у нас состав железа. Срок годности не ограничен, в отличие от стеклянных. Поэтому, кстати, присмотритесь, вот это огромный плюс этих подсвечников. Это на всю жизнь, можно сказать. Я не знаю, что с ними можно сделать, чтобы их испортить. И последний, вот он 99 стоит, он уже 20 сантиметров. В общем, вот такая вот красотень. И, конечно же, я приобрела вот такое вот кашпо. Ну, на данный момент оно не используется у меня по назначению, но пока так. Свечи, кстати, покупала я в Ашане. Вообще недорогие ашановские свечи. Эти, по-моему, по 17 рублей были. Белоснежные такие красивые. А это, ну, что-то до 100 рублей. То ли 60 чем-то, то ли 80 чем-то. Вот я не помню. Ну, класс. Мне очень нравится, когда вот убирается вот это все со стола. Очень красиво смотрится. Вот, кстати, моя орхидейка. Расцвела красивая. Всегда она меня радует. Так вот, кашпо. Кашпо у нас в железной подставке стоит 199 рублей. А вот этот горшочек, он сделан из цемента. Вот, посмотрите, как красиво, когда здесь... Как видно здесь на картинке, также есть вот такие вот рамки. Также очень красивые шкатулки, которые поделены на 4 секции. И мне очень понравилось уже много в интернете способов, кто перекрашивает рамки вот эти. И, ну, все остальное подсвечники, и все в белый цвет. Кто в серебряный, в золотой. Очень красиво. Вот эту вот рамку для фотографий некоторые вставляют зеркало. Получается, как зеркало. А, кстати, еще есть такие подносы зеркальные. Но, опять же, повторюсь, на съемной квартире мне пока нечего украшать. Надеюсь, в скором времени мы приобретем свое жилье, и я уже тогда буду вам показывать и ремонт, и как я обустраиваю, в общем, свою квартиру. Поэтому подписывайтесь. Надеюсь, скоро это все будет. А вот эта вот шкатулочка, также очень красивая, она большая, из дерева сделана. Она, как повторюсь, на четыре секции разделена. Многие хранят здесь не только там украшения, да, для чего она предназначена, а и берут для кухни и хранят здесь чай. Очень, в общем, оригинальные, интересные идеи, переделки. Это самые мои такие главные покупки, которыми я хотела с вами поделиться. Ну и дальше пойдем. Для кухни. Вот такой вот перец я уже брала не раз. Мне очень нравится. Покупала я смесь перцевой, сейчас взяла просто черный. Мне кажется, намного лучше, чем раньше покупала просто в пакетиках, да, и уже молотый. Но когда ты молишь сразу это все, то, конечно, аромат поприятней, и мне больше нравится. Поэтому 50 рублей, почему нет? В принципе, я думаю, на то, на то и выходит. И плюс удобно, ничего не рассыпается, открыла все вот этот механизм, хорошо работает. Покупку я приобрела складная, 30 на 20, стоила на 77 рублей. Конечно, мне хотелось белую, но белых у нас не было. Какие-то светло-розовые, темно-розовые, в общем, и все. Больше вот даже вот такого цвета не было. Приобрела я ее с такой целью, что, опять же, у нас на съемной квартире мало места у меня на кухне. И чтобы увеличить, можно сказать, пространство, куда можно поставить стаканы, я вот приобрела такую полку. Дальше ставлю видео и покажу вам, как я приспособила, в общем, эту складную полочку. Вот, обратите внимание, такая полка у нас на кухне есть, и здесь у нас стояли все наши, в общем, стаканы, кружки, ну, вот что-то такое, да. И, ну, некуда мне было поставить это все, и вынуждена я, мне кажется, уже была купить эту полочку. И здесь, ну, я думала, честно, она будет немножко больше, можно больше всего на ней поставить. Но нет, сзади стоит 4 бокала, и вот впереди вот такие вот, ну, вот такие вот бокалы. И сюда еще 4 рюмочки влезло, в общем. Ну, как-то так, за нехваткой места, вот такая временная полочка, я думаю, вполне себе шикарно. Дальше вот такой вот салатник, имеет такую вот он текстуру, стоил 99 рублей, что я считаю очень дешево. Я почему-то думала, что он будет стоить где-то, ну, 199, но он стоил 99, он, ну, довольно-таки большой. Вот моя рука, ну, большой салатник. Я такой искала, который будет вот к низу меньше, здесь более открытый. Вот для салатов, ну, вообще шикарно. Очень мне понравился. Состав не знаю, на нем было приклеено только ценник. Все, больше ничего. Дальше, что еще вам показать? Давайте такие косметические небольшие покупочки, а потом уже детские. Вот такое вот натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей, лица и тела. 200 миллилитров здесь состав. Сейчас, если видно будет. Вот способ применения есть. Состав написано просто масло кокосовое. Ну, как бы не знаю я насчет состава, просто здесь масло кокосовое или нет, потому что, как бы, запах у него прям такой, знаете, прям баунти-баунти. Вообще, у натурального кокосового масла, да, оно пахнет приятно, но запах, знаете, как у свежего, свежесрубленного кокоса, вот тут такое вот. Ну, я не могу передать, я пробовала натуральное кокосовое масло для волос. Вот это вот, кстати, еще не пробовала. Вообще, натуральное кокосовое масло, оно очень хорошо смывается с волос. Вот это я еще не пробовала, поэтому сказать не могу. На тело, да, оно хорошо впитывается, как и должно делать кокосовое масло. Но вот этот вот прям вкусный сладкий запах меня, конечно, смущает. Здесь вот в составе не написано никаких отдушек, ничего, поэтому ароматизаторов. Ну, поэтому не знаю, доверять составу или нет, уже ваше дело. А так, ну, вполне себе хорошее кокосовое масло, но на лицо бы я его не стала попробовать. А вот для тела, да, вот еще хочу попробовать на волосы. Посмотрим. Так оно в баночке у нас густое. А когда нагревается свыше 25 градусов, оно уже начинает таять и можно использовать по назначению. Ну, посмотрим. И следующее, вот такой вот гель-лак формула. Они, кстати, вот именно гель написано и есть разные. Это формула, есть там что-то, кристалл какой-то или что-то такое. 12 миллилитров здесь. Что хочу сказать по поводу этих лаков. Написано, лак для ногтей с эффектом гелия. Вот состав, способ применения, 1-2 слоя, ну, как и всегда, в общем. Это 353 номер. Вот такой вот цвет. Ну, красивый цвет, мне понравился. Смотря, конечно, вот как свет падает, если более темней, ну, вот, в принципе, вот этот вот и похож на настоящий. Может, чуть-чуть светлее он на самом деле. Камера чуть-чуть темнее его передает. Купила я до этого такой же гель, только он был, ну, более нежный такой, натуральный более цвет. Это такой потемнее. Пришла домой, и что хочу вам сказать, проверяйте обязательно в магазине, не стесняйтесь. Наносите там у них, как правило, лежит листок такой. Наносите гель и проверяйте. Потому что я пришла домой, нанесла на ногти, а там вот какие-то прям крупинки. То ли этот гель свернулся, то ли песок какой-то там насыпан. Ну, в общем, не знаю, эффекта, ну, не написано ни про какой эффект песка на ногтях, ни в содержании, нигде. В общем, ничего об этом не говорится. Поэтому я отнесла тот гель в магазин и вот поменяла на вот этот. Стоил он 55 рублей. Когда гель вот хороший, как этот, очень он классный. Мне очень понравился. Он сохнет буквально, я не знаю, за минуту. Именно вот эта серия мне очень понравилась. Далее детские. Давайте еще покупочки вам покажу. Вот такой вот снеголеп мы приобрели. 99 рублей он стоил. С оловом. Или олов, как правильно. Ну, видите, докрашено плохо и все остальное. Но это не столь важно. Работает он хорошо. Мы уже все попробовали. У нас наконец-то выпал снег. Вот. Снежка Болл Олов. Три Плюс. Ну, конечно, он хлипенький. Игрушки из пластмассы. Так, ну, состав не написан. Я не вижу. А, материал пластмасс. Есть в Фикси и другие снеголепы. Они намного дешевле. Вот. Ну, вот этот снегоболл очень понравился дочке. Поэтому приобрели. Далее. Вот такая вот ежедневник. Или я не знаю, как это назвать. Блокнот. Ну, скорее всего, блокнот. Ежедневники там пронумерованы. А здесь вот такой вот блокнот. Просто листы в клетку. Также дочери очень понравилось. Здесь есть такая вот закладочка. Она говорит, мама, я буду себе записать все свои секретики. Поэтому, ну, как бы присмотритесь. Интересно. И очень понравился. Понравился ей эта коса. Она ее, конечно, благополучно оторвала. Она еще здесь была приклеена. Вот. Вот она, как видите, пушится. Но главное, что ребенок доволен. Очень красиво вот эта вот звезда переливается. В общем, довольна она. Рисует она теми карандашами, которые в предыдущих видео вам показывала. Фломастерами. Очень нравится. Карандаши очень классно пишут. Очень мягкие. Правда, точатся они как бы не очень. Не понравилось мне. Само дерево, из которого они сделали, ну, оно так прям крошится. Не понравилось мне. Даже я покупала дешевые карандаши в Ашане, которые, ну, там упаковочка, там разные, по-моему, шесть цветов стоят. Я не знаю, показываю или нет. Но я, по-моему, давно не снимала Ашан. Постараюсь исправиться. Вот. Так там карандаш, он сделан, знаете, как с добавлением какого-то пластика. Оно прям единым таким, такой спиралькой, в общем, стружится, да. И намного удобнее это, намного лучше, чем вот это, когда само дерево крошится, стружилка это ломается. Стружилка, конечно, хлипенькая, но пока точит. В общем, рассказывала за блокнот, рассказала вам за все остальное. Ну и последнее, что мы приобрели, давно я на него смотрела, но вот дочка захотела. Это вот такой вот, ну, как тренажер для спины, для талии. Ну, больше для талии, скорее всего. Хорошо он крутится. Стоил он 199 рублей. Кстати, цену блокнота я не знаю. Вот не помню. То ли 99, то ли 199. Но не дешевле 99, и точно. Вот. Это 199. Выдерживает, кстати, он достаточно, ну, хороший вес. Где-то килограмма, ну, я думаю, 60-65 он точно выдержит. Так что, ну, довольно-таки хороший вот этот вот тренажер. Поэтому обратите внимание, такие вот пупырчики, что очень приятно для ног. Также такой же, знаете, массаж. В общем, ну, пока новая, пока она крутится на нем, пока нравится. Вот. Ну, по-моему, все вам рассказала. Все по дому походила, пособирала. Вроде бы все. Если нет, что-то забыла, все вам покажу в следующем видео. Надеюсь, мой обзорчик был вам полезен. Всем пока!